На мужчину вот вас любился, если человек хороший, что значит человек хороший? Две вещи всего у мужчины, две вещи. Первая его направленность в жизни, он хочет работать над собой, да? Только вы его не спрашиваете, хочешь работать над собой, он вам скажет, хочу, сразу, если он вас любил. Все, чтобы вы не спросили, он все будет хотеть. Посмотрите, Саня, понаблюдайте. Первая, это его направленность, вторая, вредные привычки. Две вещи у мужчины, которые поменять сложно. Направленность мужчины поменять сложно. Куда он направлен, туда и так и будет жить. Вредные привычки трудно тоже, какие есть, такие и есть. Если вредных привычек почти нет или нет, и направленность хорошая, значит, хороший фрукт. Вот теперь дальше. Если он сильно втрюхался, да? Чуть-чуть пообщайтесь с ним, придет время, он придет в себя. Просто пообщайтесь чуть-чуть, походите, погуляйте. И вы увидите, что у вас к ним возникает чувство, а у него он успокаивается. Вот так вот надо подождать чуть-чуть, не надо торопиться. Понятно, да? Направленность вверх или вниз бывает. Если человек хочет гулять, наслаждаться жизнью просто и ни о чем не думает, кроме этого, значит, это мужчина долго с вами не проживет. Если он хочет работать над собой, он священные писания изучает, богу стремится или спортом занимается, как минимум, это тоже для мужчины очень круто. Работа и желание саморазвития на работе тоже, это самый начальный уровень самосовершенства для мужчины. Если он включен в работу и хочет там на работе развиваться, это уже нормально. Следующий этап – это спорт для мужчин, движение. Следующий этап – это работа над собой. Следующий этап – молитва и так далее. То есть постепенное развитие мужского тела и сознания вот так идет. Сначала мужчина включается в деятельность, потом начинает понимать, что этого недостаточно, он начинает спортом заниматься, или та йогой, там еще что-то. То есть включается движение, в аскезы включаются, аскезами начинает заниматься. На следующем этапе мужчина начинает контролировать свою жизнь, там режим дня, правильное питание и все прочее для него идет. Понятно? У женщины есть две вещи, которые важно знать тоже. У женщины есть две вещи. Первое – это ее эмоции. Надо понять, ты переносишь ее эмоции или нет. То есть надо, чтобы вы пообщались, чтобы она обиделась как-то на вас. Или эмоционально началась вести. И посмотри, как бы ты терпишь волну или нет. То есть волна может быть очень сильной. То есть смотри, терпишь, если нормально, значит все нормально. Это первое – ее эмоции. И второе – у женщины есть то, что она не может в себе. Эмоции женщина в себе никогда не поменяет. Вот как они какие есть, такие есть. Вот ты должен принять просто. И второе – у женщины есть еще ее зона наслаждения. Зона наслаждения означает, что у одной женщины ей надо просто одной быть какое-то время. И она без этого жить не сможет. Вот ей просто надо предоставлять возможность быть одной. Все. Допустим, такая зона наслаждения. У другой зоны наслаждения ей надо покупать красивые какие-то украшения. Золотые, допустим. Или бриллиантовые, да? Чувствуете сразу, да? И она по-другому не может жить. И вот у нее такая зона наслаждения. Это значит, что ты чувствуешь, не тянешь, да? Тогда нафиг это надо тебе. Всю жизнь будешь найти украшения, работать просто. У третьей, допустим, ей надо ездить в Китай за покупками или в Японию. Раз в неделю, хотя бы. Это ее зона наслаждения. Ну, хорошо. Смотря какие покупки тоже, считай. Сколько ты сможешь. Вот. Если ты думаешь, что у нее это поменяется, никогда у нее это не поменяется. Она всегда будет такой же. У третьей зоны наслаждения с подружками болтать. Самое плохое, если у женщины с женщиной зона наслаждения, это гулять с мужчинами. Тогда до свидания просто. Сразу. Это уже патовая ситуация совершенно. Она такая женщина, когда замужем не будет. И так далее. То есть эмоции плюс ее вот, где она испытывает счастье. Ей нужно разгружаться психически где-то вот. У женщины, у каждой своя вот эта зона наслаждения. Смотри, сколько она стоит для тебя. Ты тянешь или нет? Нет. Маловероятно. Ну, все зависит от того, если там чуть-чуть не дотягивает, то нормально. Это я говорю про мужчин, понимаете. Я не говорю про женщин. Потому что женщины совсем по-другому смотрят на мир. Ну, допустим, мужчина, допустим, сейчас тянет вашу зону наслаждения. Она у вас сразу подскакивает тут же планка. Это автоматически у женщины. Поэтому женщине, как бы, в зоне наслаждения ее в жизни, если ты уже живешь с ней, удовлетворить невозможно. Вот, допустим, трехкомнатная квартира есть, она уже хоть четырехкомнатная. Поэтому здесь мужчина должен ее успокаивать, всегда говорит. Скоро будет четырехкомнатная. Когда скоро, не обязательно говорить. Главное ей обещать. Если она чувствует обещание, она успокаивает. Ну, слава богу. Можно значит жить. Если он говорит, никогда не будет четырехкомнатной, она такая, всё, у нее уже, я не знаю, зачем здесь жить с ним. То есть, надо ей давать какие-то возможности в жизни, шансы давать. А? Вот скотина, а? Ну, что с ним будем делать? Бросим? Кто меня спрашивает? А? Ну, надо его пинка под зад, и мы все... Ну, и что получила взамен? А? Что сын? Да. Да. Из-за этого служения людям он потерял свою семью. Это фанатизм. Это фанатизм. Это люди, которые созданы, вот, жить друг для друга. То есть, они... Фанатизм. Вроде тут ни при чем все спокойно садимся, слушаем. Люди тут ни при чем. Причем фанатизм. Фанатизм. Неправильное представление о самосовершенствовании. И фанатизм идет от вас. Не от людей этих. Вы его неправильно воспитали. Ну... Это и сказали. Ну, сразу, ну... Знаете, люди такие удивительные вообще. Вот, допустим, женщина встает мне и говорит, у моего мужа вот такие-то, такие-то недостатки. Я говорю, а в женщине вот такие-то, такие-то недостатки, которые у мужчины есть, проявляются вот так-то, так-то. И перечислил ее недостатки. Когда, вот смотрите, когда она перечисляла его недостатки, она аж вся исказилась. Когда я начала говорить о таких же недостатках, точно ее, она такая начала улыбаться, да, я говорю, коллеги, у нас правильно. Неадекват. Чувствуете неадекват, да? Вот развивайтесь, чтобы быть адекватом. Учитесь видеть свою судьбу. У вас классный парень, и он обязательно будет успешным в жизни. Но у него наступил плохой период и разрушилась семья. Такое бывает. Ничего страшного. Придет время, вы увидите, как он станет сильным, развитым. У него правильная направленность в жизни. Это самое главное. Видите, две вещи, которые я сказал. Направленности и вредные привычки. Ноль у него. Это значит, что он просто крутой жених, просто крутой. Просто он немножко туповат пока в понимании, как правильно жить. Ну, придет время, он поймет. Соберем. Чувствую страшно. У каждого человека есть свои недостатки. Итак, мы с вами говорим о направленности жизни. Да? Мы говорим с вами об уважении. Если я свое чувство собственного достоинства направляю в конфликт с близким человеком, мой брак уже разрушен. Все. Я неуспешный человек в личной жизни. И сейчас объясню вам, в чем проблема. Она стоит гораздо глубже. Понимаете? У людей есть природная зависть к счастью близкого человека. Вот, допустим, у мужчины, допустим, как мужчина отдыхает, снимает напряжение. Он это делает с помощью движения, спорта, допустим, общения с мужчинами, там, волейбол, там, йога, молитва, там, ну, мужские такие способы. Если женщина его ревнует к его самосовершенствованию, то она разрушает, она ест сук, на котором, пилит сук, на котором сидит. Понимаете, да? Нет? Ну, то есть, мужчина пошел, допустим, помолиться, да, в храм. А он говорит, когда домой придешь? Ну, то есть, ревнует его. Она не понимает, что человеку нужно восстанавливаться. Ну, мы склонны расходовать, насиловать друг друга, понимаете? Вот мужчина, как бы, он хочет, чтобы жена готовила, стирала, убирала постоянно. Как только она к подружке идет, он сразу его напрягает. То есть, женщине нужно восстанавливаться, эмоциональные силы свои восстанавливать с помощью беседы, общения, творчества. Ей надо на это выделять время, чтобы она восстанавливалась. А мужчина хочет, чтобы она ему служила 24 часа в сутки. Так устроена наша психика, это называется желание умереть или разрушить свою семью. Чувство, собственно, достоинства настраивается неправильно. Мужчину, как мужчина восстанавливает? Через движение, через спорт, через друзей, через хобби он восстанавливается. Ему на это нужно время. Но если вы ему такое время не даете, тогда он израсходуется и уйдет. Потому что израсходованный мужчина чем занимается? Давайте перечислим, вот чем мужчина занимается, которым вы не даете возможности бегать, прыгать, плавать и с волейбола играть с друзьями. Алкоголь раз, второй вариант, женщины два, третий. Компьютерные игры, четвертый. Телевизор, это то же самое, да. Пятый. Какие варианты есть у мужчины? Ну, я уже сказал, другая женщина. Еще какой вариант? А? Ну, азартные игры. Да. Вот, смотрите. Вот, нормально? Выбирайте. Или мужчина занимается спортом, то есть с друзьями чем-то занимается, любимым делом. Или вот эти пять вариантов, женщины. Чего лучше? Мужчины то же самое. Видите, вы не услышали мой позыв. Вас, вы напряглись сразу. Почему? Потому что у нас есть естественное желание эксплуатировать близкого человека. Мы хотим из него сосать кровь. Понимаете? То есть мужчина нужен для того, чтобы деньги в семью нести и быть в семье. Вся точка. А это все истощает его. Мужчина с женой истощается, на работе истощается. Где ему наполняться? Только движение, свежий воздух, молитва. Это его наполняет. А в это время женщина чувствует себя некомфортно. Потому что ей надо брать от него силы. Наполняется, когда как-то неловко. Заставляйте себя с помощью знаний. Понимаете, что как бы... Если Васька попал в спирт, и ты его выжимаешь как бы больше положенного, Васька вздыхает. Ну, кот имеет свой вид. Поэтому, куда бы ваш Вася Василий Педорович не попал, вы его не выжимаете больше положенного. Сдохнет. Ну, то есть, то же самое женщина. То есть, мужчина думает, женщина должна... Вот, некоторые мужчины даже еще думают, что женщина еще и работать должна. Тогда вообще кранты. Ну, то есть, она должна стирать, убирать, готовить, заниматься детьми. Заботиться обо мне. Но это все истощает женщину. Работа женщину истощает, дом истощает женщину. Ей нужно общение с подружками, нужно творчество какое-то, лекции те же самые для женщины, ее восстанавливают. Иначе она просто сгорит. Ну, то есть, каждого человека должно что-то наполнять, чтобы его чувство собственного достоинства разбутало нормально. Это называется здоровый образ жизни. Если человек не наполняется, значит, он будет расходоваться. Понимаете? Замученные люди означают люди, которые вот израсходовались. Вот это вот неправильное представление о жизни и о счастье. Человек не должен стремиться к этому образу жизни. Он должен выходить из этого состояния. И вот, ну, современная культура, цивилизация, она человека как раз настраивает на то, чтобы израсходоваться и вышвырнуть его из жизни. Понимаете? Современная культура так это действует. Это неправильное мышление. Понимаете? Вся система направлена на то, чтобы выкачивать из человека все силы. Согласны, нет? Посмотрите, как устроен этот мир вокруг. Мы ценим не то, что дает силы человеку, а то, что выкачивает из него силы. И друг в друге так же мы ценим. Вот жена чего пилит мужа? Чего постоянно? Друзья у тебя, друзья. Теннис. Когда дома? Ну, нужно же восстанавливаться или нет? Вот он как может так восстанавливаться. Если не друзья и теннис, значит, что будет у него? Бутылка. Любовница. Мы перечислили, да? Азартные игры. Телевизор. Если муж пошел в телевизор, в теннис уже не ходит, это большая проблема. Понимаете? Все, это значит, скоро будет любовница уже. Потому что телевизор это первая стадия истощения. Если человек сидит в телевизоре, в компьютерных играх, то уже бейте тревогу. Надо его вытаскивать на улицу как-то. Нужно его вытаскивать на то, чтобы он заряжался. Понимаете? Телевизор это уже как бы штопор. Вот самолет может в штопор пойти, да? Значит, упадет скоро. Так мужчина в штопор означает телевизор. У женщины штопор это что такое? Это депресняк. Если женщина начала в депресняке находиться, ей ничего не надо, она хочет быть одной, значит, уже штопор, у женщины пошел. У мужчины штопор в телевизор. Следите друг за другом. Что? Бутылка, да? Если друзья... О, отличный вопрос, супер. Олег Геннадьевич, если друзья, то будет там бутылка. Замечательно. Это значит, что у вас в семье, у вас в семье неправильный образ жизни. Это значит, что вы не... Ну, тогда хорошо. Вы про мужа про своего говорите? А? Да. А женщине не обязательно пить или курить, для того, чтобы был неправильный образ жизни. Понимаете, у женщины правильный образ жизни означает иконы, в доме висят молитва. И она вдохновляет на это своего мужа также. Очищает его сознание с помощью своей духовной практики. Вот этот правильный образ жизни. И он просветляет, включает совесть в сердце у мужчины. Потому что женщина думает, что она должна замуж выйти за Бога практически, да? Нет, а вот у Бога свои планы. Он... Кого дает мужья? Человека, которому нужно включить совесть. Это женское дело, понимаете, включать совесть. Потому что женщина ближе к Богу. Смотрите на их лекциях, в основном женщины. Женщина ближе к Богу. Она должна к мужчине включить совесть. У ней совесть от природы уже включена. Даже маленькая девочка понимает, как правильно жить. Но мальчик ничего не понимает. Понимаете, женщина должна включать совесть. И если она в своей семье включила совесть у мужа, у него бутылка уже с друзьями не будет. Это ваша проблема, а не его. То, что у него бутылка между друзьями. Это значит, что в вашей семье, в вашей квартире, вот эта правильная жизнь не включена. Понимаете? В интернет гуляет такой ролик, посмотрите. Там кошка всегда идет за пищей, да? Вот ее вот дать понюхать, и она будет бежать за этой пищей, да? Вот кошка бежит за пищей, и ее подводит к Священному Писанию. Открыто Священное Писание. И она не наступает на него, переступает через... Ну, то есть она обходит его, чтобы пойти за пищей. Понимаете, да? Не наступает на Священную Книгу. Вот ее пытаются прямо завести, она обходит все равно. Ни разу не наступила, вот ролик показывает. Кладут просто обычную книгу, и тут же она по ней начала бегать. Даже кошка чувствует Бога. Что думаете, ваш мужик не чувствует? Кошка чувствует Бога даже. Не надо мне сказки рассказывать, понимаете? Если вы освященную пищу дома готовите, если вы молитесь, у мужика совесть включится. Я прямо видел, как на животных это происходит. У меня вот ребята учатся моим методикам. Они живут как монахи в это время. У них там свой дом, мы сделали им такое условие такие. И мы там завели собаку. Эта собака, мы начали ее кормить освященной пищей. Она сначала, когда у нас завелась, она такая, тоже видно, такая, желание служить. Она загрызла двух гусей соседских и голую принесла, и мне прям бросила перед ногами. Она к благодарности, что мы ее завели. Ну мы ее на цепь посадили, короче, начали кормить освященной пищей. Первое, что произошло, она начала уважать гусей. Перестала на них гавкать. Вот реально, то есть она смотрит на них мудрым взглядом. Дальше, она начала, сначала соседские собаки кушали, а потом она, вот все собаки соседские поедят, она потом ест. Я вам говорю, как сознание у собаки менялось. Собака, понимаете, не человек. Это происходило в течение года все. Потом дальше, в следующей стадии, она перестала гавкать на местную кошку. Там в этом доме еще кошка жила, она перестала ее гонять. Но когда я увидел, что кошка заходит зимой в будку собачью, я решил посмотреть, что она там делает. Я туда заглянул, кошка лежит на собаке, греется. И собака терпит. Вот как собака калачиком, и сверху кошка на ней. Представляете? Собака, сознание так у собаки изменилось. И потом весной собаку я нашел, она заходила к нам, когда у нас молитва прошла, она приходила в прихожку послушать, как молитву читают. И я ее там нельзя, потому что у нас как бы обувь там, я не пускал ее. И разок я ее застукал, она такая сидит и слушает. Я говорю, здесь нельзя тебе. Она такая уши поджала и сидит все равно, не уходит. Я начал вытаскивать за лапой, она передними лапами вот так когти распустила, так и это сопротивляется. Но я не стал ее мучить, пускай слушали. Если собака так поменялась, неужели ваш мужик не поменялась? Не надо мне сказки рассказывать. Собака, понимаете, она вообще неразумное существо. А мужик же у него что-то там шевелится у вас в башке. Или нет? Как с подростками? Точно так же. У подростков всегда, у женщин, у девочек, у мальчиков есть очень сильный половой импульс. Этот половой импульс на какое-то время им снесет крышу обязательно в современной культуре. Не надо ничего бояться, если у вас дома все правильно поставлено, у вас есть молитва, освященная пища, все правильно. Ребенка понесло чуть-чуть, главное, чтобы не занесло сильно. Групповой секс, наркотики, еще все остальное сразу, видите, пошло туда, сразу запирать дома, насилие совершать. Если просто она рисуется, и себя что-то корчит, это нормально, так действует волевой импульс, понимаете? Это нормально, надо переждать, где-то с 13-14 лет, в зависимости от нации, у восточных людей пораньше, у западных попозже, у детей начинает рвать крышу. Это так действует, вот это вот половой желание в их сердце. Где-то до 17-18 лет оно неконтролируемо, потом немножко успокаивается все. А у мальчика включить потом, потому что он на телевизорах придет? Вы включите свою жизнь. Вот если вы все правильно будете жить, он тоже включится. А заставить его невозможно. Подростковый период начался в 60 лет, да? Ну это значит, что когда человек стареет, нужно понять, что если человек в возрасте недостаточно движения совершает аскез, то он начинает терять себя. Кто-то умственно слабеет, кто-то физически слабеет. Это признак старости просто и все. И это побеждается с помощью аскеза. Давайте я вам расскажу три типа аскеза, которые продлевают жизнь. Первый тип аскеза – это длительное непрерывное движение. Допустим, некоторые говорят, а велосипед подойдет? Нет. Или ходьба, или бег. Можно с палочками, там, как хотите. Но длительное, не надо останавливаться. Как и насколько длительное. Полное очищение организма – это бег час сорок, час пятьдесят. Или ходьба в два раза больше. То есть, получается, три с половиной часа где-то. Плавать не каждый день? Нет, не каждый день. То есть, это вот такая дистанция большая раз в пять дней. Плавание немножко хуже, потому что вы не сможете так долго. То есть, плавать непрерывно полтора часа невозможно. Вода истощает человека. Ему трудно очень так, он начинает переохлаждаться. Но само по себе плавание – это хорошо, но оно не для долголетия, а просто для поддержания здоровья. Итак, длительная ходьба или бег. Второй тип аскеды – это неподвижное положение тела. То есть, вообще, это йога. Разные упражнения есть. Но по-простому просто научитесь стоять возле дерева неподвижно, спиной к нему прислонившей. Достаточно, допустим, в три-четыре дня сорок минут вот так стоять неподвижно. Это уже продлевает жизнь. Это уже достаточно. И пост на воде. Сутки поста раз в две недели достаточно для продлевания жизни. Ну, то есть, вообще, максимальный пост – это два с половиной суток. Максимальное количество статических упражнений – это одно упражнение, где-то час пятьдесят. Неподвижное положение тела в одном упражнении – час пятьдесят. Но чаще всего неподвижное положение тела – это более тяжелая аскеза и пост, чем просто длительное движение. Опыт показывает. Но некоторым людям проще будет два с половиной суток поститься, чем бежать. Допустим, шестнадцать километров или там час пятьдесят. Значит, выбирайте этот вес аскезы. Допустим, кому-то пост больше подойдет. Но какой-то вид аскезы надо увеличивать максимально. А какой-то делать… Ну, то есть, один из трех видов аскезы нужно делать максимально, а остальные – по мере возможности. Теперь смотрите, есть три типа старости – старение. Первый тип старения – это лишний вес. То есть, три стадии имеют старение – это сначала лишний вес, потом доброкачественную опухоль, потом злокачественную. Запомнили? Лечится, вот убирается полностью, это вот когда у вас там придатки забились, да, это этот тип старения. Вот это как раз отсюда, из этой опыры. Лечится длительным непрерывным движением и постом. Два типа аскезы убирают лишний вес, закупорки все в организме, которые потом переходят это все в доброкачественную опухоль, потом злокачественную. Все это лечится длительным непрерывным движением и постом на воде. Причем, чем глубже в организме поражение, тем дольше нужно передвигаться. Например, если кожа слизистая страдает, то 40 минут бега или 80 минут ходьбы. Если страдают сосуды, то час бега или 2 часа ходьбы. Мышцы, сосуды, суставы на этом уровне находятся. Нутренние органы час двадцать бега или в 2 раза больше ходьбы. А если нервная система страдает, то час сорок бега или в 2 раза больше ходьбы. И лечится вот эти вот по слоям весь организм, вот по этим слоям лечится. То же самое максимальный пост это 2,5 суток. Вот допустим, если опухоль находится на внутренних органах, то нужно час двадцать бежать и 2 суток поститься. То есть, чем больше человек нагрузку делает, тем больше расстояние. Допустим, час двадцать бегать, это 4 дня уже надо перерывы делать. А 2,5 суток поститься, это уже 3 недели перерывы. Минимум, а может быть и месяц. Понятно? Три типа старения. Первый тип старения – лишний вес. Вот лишний вес есть, значит старение. Ваш организм начал стареть. Все. Потом будет доброкачественное употребление, потом злокачественное. Программу выяснили, нет? Что делать? Длительное движение и пост на воде. Дальше. Второй тип старения – жар в теле. Превращается в воспалительные процессы. Потом это превращается в хронические заболевания, такие как сахарный диабет, бронхиальная астма, язва желудка, там, ну и так далее. Красная волчанка, есть болезни такие, которые, ревматизм, которые разрушают организм. Это третья стадия – жара в теле. Жар в теле лечится неподвижным положением тела и постом на воде. Человек убирает жар лишний в теле двумя этими аскезами. Третий тип старения – напряжение в теле. Сначала просто напряжение, то есть, ну, тело сковано, трудно, допустим, согнуться, там, присесть. Потом дальше начинаются боли, головные боли, боли в кишечнике, в сердце, там, нарушение ритма, боли в суставах. Это вторая стадия старения. Третья стадия – деформации или психические расстройства. То есть, психические расстройства – это тоже напряжение в теле. Напряжение в теле убирается длительным движением и неподвижным положением тела. Запомнили? Если человек эти три типа аскезы не совершает, значит помирать скоро. То есть, хотите жить – совершайте аскезы. Желание жить означает движение. И наоборот, если человек дома сидит, допустим, пожилой человек, уже на улицу не выходит, тогда покупайте уже участок земли под городом, в отведенных специальных местах. Знайте, что этот человек скоро уйдет из жизни. Это сто процентов. Перестал выходить на улицу, гулять перестал, все. Он себя приговорил к смерти. Приведу пример. Одна женщина в Питере, мне рассказали историю. Возраст – 92 года. Каждый день по 5 километров быстрой ходьбы. Она заболела, попала в больницу. Ее прооперировали там. И в результате она 3 недели не ходила, возраст 90 лет, понимаете, 3 недели не ходила, она не смогла, не могла даже вставать после этого. То есть, она, ее привезли домой, она уже не то, что не ходит 5 километров, она просто не может встать. И она начала сначала шевелить руками, вот расшевеливаться, потом начала ползать, потом начала ходить, потом начала выходить по ступенькам, потом и так за месяц дошла до 5 километров. Это значит, что она еще несколько лет проживет, потому что она хочет жить. Хочет жить означает три типа аскезы эти, запомните, если вы не хотите делать эти аскезы, значит вы жить не хотите. Я не могу что-то ходить. Значит будете ходить под себя со временем. Знаете, что это такое? Почитайте медицинских справочек. А, это фатализм, да? Ну да, к астрологу сходите, он говорит. У вас три брака. Почему фатализм? У меня у меня там мало. Потому что у человека есть старение. Время двумя способами влияет на человека. Первый способ влияния это постепенное старение. Вот это свой срок. Срок человека примерно 108 лет сейчас жить. Вот спокойствие слишком умное для того, чтобы лекции слушать. Спокойно, слушайте сначала. Вот есть вот такое старение непрерывное. То есть постепенно человек стареет. 108 лет. Когда человек до 90 даже дожил, он вообще не возражает. Все нормально. Потому что он чувствует, что хватит сколько можно. То есть с этим типом старения никто не спорит. Второй тип старения. Это циклическое влияние времени. Вот допустим один из таких циклов вы перенесли год и два месяца назад. Он был связан с сосудистыми сосудами вашего организма. У вас резко ухудшилось самочувствие. Вот это цикл напряжения. То есть пришло время и ваш организм оп и напрягся. И вот в один из таких циклов человека оп и забирает жизнь. Почему? Потому что его аскетизма недостаточно, чтобы победить влияние времени. Поэтому я и говорю, если вы делаете вот эти аскезы достаточно, то тогда вас не скосит циклическое влияние времени. То есть приходит цикл, и жар в теле увеличится, при выходе напряжение, приходит лишний вес. Или токсины. Токсины означают также вирусные инфекции. Это происходит в результате влияния времени. Понимаете? И когда время приходит, человека косит. Почему? Потому что он неправильно живет. А если он будет правильно жить, этот цикл не сделает так, что его из жизни скосит. Но некоторые астрологи, они не понимают, что у человека есть свобода выбора преодолевать ход времени. И они поэтому говорят, ты помрешь 60 лет. Хотя это неправильная информация, потому что у человека есть выбор. Он может и не помереть, если он совершает аскезы необходимые для этого. Приведу пример. Два года назад у меня наступило такое состояние, что у меня, я как бы обычно не болею вообще. Ну то есть правильно, потому что я правильно живу. Несмотря на аскезы. То есть я летаю постоянно. Это очень тяжелая на самом деле жизнь. Перелеты больше всего забирают здоровье у человека. Но я тем не менее правильно живу и чувствую себя нормально. И так, два года назад, в октябре месяц, у меня резко пропали силы. Ну то есть я даже камни, которые меня тонизируют, не смог носить, потому что они меня перегружать начали. Я все снял. И мне помогал только бег, пост на воде и йога. Все. И молитва. Четыре вещи, которые со мной остались. Все остальное, что я мог делать, я уже не мог делать. Меня все перегружало. И в это время я всем сообщил своим друзьям, мои дорогие друзья, я за вас молиться не смогу, потому что у меня еле на себя сил хватает. И я просто не оставил лекции. То есть я продолжал ездить, читать лекции. Я чувствовал, что у меня на это хватает сил, на все остальное нет. И в это время, в декабре месяце, у меня ушел из жизни отец. Потому что я всегда молился за него, а сейчас я уже не смог. Понимаете, так действует циклическое время. Оно косит людей. Но если бы отец сам правильно жил, он бы не ушел в это время. Ну то есть люди уходят, потому что они неправильно живут. А я вам объясняю, как правильно. У вас есть выбор. Вы думаете, что у вас нет выбора. У вас есть выбор. Вот вам не хватает длительного движения и постановодия. Потому что у вас копится вот это напряжение в теле. Даже сейчас в голове повышенное напряжение. Лишний вес токсиновый организм. Нарушение гормональных функций. Это ваше старение. Можете быть какой угодно умный. Но я вам рассказываю про жизнь. Есть такая наука, аэрведа, это наука о жизни. Понимаете? Я изучаю науку о жизни. Поэтому я вам рассказываю, как правильно жить. Если вы, допустим, в чем-то другом специалист, послушайте это. Вам не помешает. Потому что вы же живете. Правильно? Нет, лучше всего чередовать. И лучше всего, если вы длительно аскезус совершаете, лучше всего... Вот, допустим, один человек на фестивале. У нас есть фестиваль «Благость». Кто из вас был на этом фестивале? Есть такие? Вот они самые счастливые. Найдите возможность силы прилететь в... Далеко, конечно, Анапа. Далековато. Но там две недели вот такого общения. Тысяча человек собираются вместе, и люди начинают две недели с утра до вечера учиться правильно жить. Отличное питание, обслуживание, и все недорого. Но вот за все полностью, за все, за все, вы заплатите чуть больше 40 тысяч рублей. Это вместе с проживанием, питанием, лекциями, и всем-всем, что с вам дают. Понимаете, все включено. Дорого? На курорте. Перелет, да, для вас перелет. Для вас дорого, согласен. Ну, кто может, приезжайте. Это уникальное мероприятие, поэтому я вам говорю, приезжайте. Таких... У нас некоторые из Америки прилетают. Из Австралии семья прилетела в прошлое, вот на этом фестивале. Представляете, из Австралии нормально? В 18 часов они летели. Май, май месяц, середина мая, середина сентября. Две недели. Вот, и на прошлом фестивале «Благость» одна семья из Германии, ко мне подошли, мы с женой. Они говорят, мы хотим зачать ребенка и бегаем каждый... Ну, раз в три дня по 16 километров вдвоем. Я говорю, ни в коем случае этого делать не надо. Вы, ну, перетружаетесь. Вам надо бегать раз в пять-шесть дней эту дистанцию. Дистанцию не сокращайте, а количество отдыха увеличивайте, иначе идет истощение организма. Ну, то есть нельзя переусердствовать, это очень опасно. Понятно? Свет такой на вопрос. Все зависит от вас. Вот смотрите, если, допустим, вы не можете молиться, у вас нет сил, значит, тогда аскеза, потом молитва. Если вы встаете под речком, можете молиться, сначала молитва, потом аскеза. Понятно? А? Разница есть. Лучше всего раньше молиться. Но если у вас нет сил, что толку? Вы сидите там. Господи, 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 Господи. Ну, значит, раньше молитва. Значит, раньше молитва. Значит, раньше молитва. Продолжение следует...